Кофестный конкурс это в любом случае соревнование, значит в нем присутствует спортивный дух. Из всех видов спорта по праву самым голосистым считается теннис. Поэтому мы сегодня на корте. Ксения Галецкая в качестве ведущей на сцене детского музыкального конкурса «Витебск» окажется не в первый раз. Но взять небольшой мастер-класс никогда не помешает. За самыми голосистыми спортсменами следит судья. К нему и отправимся на повышение квалификации. Работа судей заключается в том, что он должен контролировать счет, когда стоит на корте. Если возникает спорный момент, он должен иметь его решить всегда. И он должен всегда быть в игре, не должен отвлекаться ни на что. Ну уже похоже на то, что нам предстоит, вернее на то, что тебе предстоит делать на сцене. Хорошо, а какой получается самый сложный момент в судейской работе на корте? Я считаю, что самый сложный момент в судейской работе – это когда у игроков начинается спор, и тебе надо его уметь разрешить. И ты должен настаивать на своем выборе всегда. Готовилась к такому, что конкурсанты, возможно, начнут спорить с чем-то, например, с баллами, которые им поставят. Я надеюсь, что такого не произойдет на детском музыкальном конкурсе. Но если что, понимаешь, что нужно стоять на своем в такой ситуации. Ну и вопрос, который овеян большим количеством шуток вокруг тенниса. Почему же теннисисты кричат, когда бьют по мячу? Я считаю то, что когда теннисисты играют и при этом молчат, у них все зажимается в себе, и все в себе как бы хранится. А когда они начинают издавать какой-то звук при ударе, они раскрепощаются. А какую ноту они берут? Каждый берет свою ноту, любую гласную букву в основном берут. Ну что, советы от судьи мы получили, можем теперь обсудить. Судья сказал, что спортсмены кричат для того, чтобы раскрепоститься, выпустить какие-то эмоции. Певцы, получается, тоже таким образом раскрепощаются? Даже когда у меня присутствует маленькое волнение перед сценой, когда я выхожу и начинаю петь, оно сразу пропадает. Так что, может быть, да, помогает это. А своим ухом ты пыталась уловить, какую ноту берут теннисисты? Мне кажется, что она у всех всегда разная, это даже больше не нота, это просто крик, и это уже как получится. Но есть тот, кто кричит лучше? Можно определить? Вот если бы там был конкурс на лучшее исполнение вот этого самого теннисного крика? Ну не знаю, наверное, кричит лучше тот, кто побеждает. Это, кстати, может быть. Ну а сейчас на самом деле шутки в сторону, и давай поговорим о твоей реальной подготовке к ведению в этом году. Как она проходит? Конечно же, читаю сценарий, учу его, обязательно прорабатываю все свои реплики вслух, отрабатываю также перед зеркалом, может, какие-то актерские моменты, где надо что-то сделать эмоционально, ну и по кругу вот так. Кстати, сценарий я получила примерно за неделю до начала конкурса, вот, и мне кажется, что это вполне достаточно, чтобы его успеть хорошо выучить и подготовиться. Расскажи нам, наверное, самую красивую часть подготовки, это твои наряды, они уже выбраны? Мы очень долго ходили, выбирали, потому что понимали, что должно быть прям все красиво, получается, на первый конкурсный день, второй конкурсный день и жеребьевку, вот. Ну а какие именно, вы узнаете. Завесу тайной подготовки приоткрыли, но, как и положено, не полностью. Результат увидим на сцене Летнего амфитеатра.